Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас радостная праздничная тема. Сегодня мы поговорим о Кандинском. Не о Василии Кандинском, хотя он также достоин салюта, а о новом проекте Теплицы социальных технологий, который сильно изменит к лучшему жизнь НКО, не имеющих лишнего бюджета на создание собственного качественного сайта. Больше половины запросов к сотрудникам Теплицы от различных НКО содержали в себе просьбу сделать сайт. Просто сайт. Красивый, простой, несложный в обслуживании, очень дешевый, а лучше бесплатный. Взвесив все за и против, сотрудники Теплицы решили сделать конструктор для сайта благотворительной организации. Максимально простой, удобный, красивый и функциональный. Чтобы дальше уже любой маломальски уверенный пользователь смог его докрутить и превратить в полноценный сайт НКО. Так появился Кандинский. Это не что-то отдельное, сложное и дорогое. Это тема для WordPress. И устанавливается он, соответственно, просто как новая тема. Но простота, как известно, не всегда так уж проста. Нет ничего проще колеса, но сколько прошло веков до его изобретения и как оно изменило жизнь человечества. В этом смысле колесо очень непростая штука, так же как и Кандинский. Но в установке он прост. Для тех, кто смог установить WordPress, установить Кандинского не составит труда. Для тех, кто не смог, посмотрите скринкаст о том, как установить WordPress на стандартный хостинг и потом устанавливаете Кандинского. Что вы получите? Вы получите примерно вот такой сайт. Это один из трех вариантов. Здесь есть все, что должно быть на сайте благотворительной организации. Описание того, чем занимается организация. Новости организации, то есть статьи о жизни организации. Блог с призывом к действию, то есть к пожертвованию. И проекты, на которые вы призываете жертвовать с обязательной ссылкой на отчеты по сбору средств. Ну то есть используя многолетний опыт, Теплица сделала унифицированный сайт, где есть все, что нужно. А чего не нужно, нет. Более того, она наполнила его тестовым содержанием, ведь редактировать проще, чем писать. И опираясь на эти тексты, вы сможете наполнить сайт собственным контентом, качественным и удобным для восприятия посетителей. Выглядит здорово, но как это сделать? Это же ужасно сложно. Нет. За мной читатель, как говорил Булгаков. Итак, перед нами WordPress. Заходим во внешний вид и устанавливаем новую тему. Тему я скачал заранее, она уже есть в бета-версии, причем в открытом доступе. Но лучше дождаться официального релиза, который состоится 27 сентября, и скачать уже официальную версию, поэтому ссылок на тему я пока не даю. После активации открывается мастер настройки сайта. Все это впоследствии можно отредактировать в административной панели сайта, но лучше очень внимательно отнестись к этим настройкам. Потом будет проще. Выбираем основную направленность сайта. Возможно, три варианта. Просто сайт-визитка, естественно, не одностраничный, а полноценный сайт НКО. Второй вариант, который мы и выберем – сайт благотворительного фонда с расширенным функционалом по сбору пожертвований. И третий вариант – сайт общественной компании, например, по защите культурного объекта от сноса или парка от застройки. Далее нам предлагают установить демонстрационные материалы. Лучше установить все, потом все это редактируется. Теперь устанавливаем логотип. Рекомендуется 66 на 66 пикселей, если логотип не содержит название организации. Мой не содержит, значит загружаю. Теперь название сайта и описание сайта. И загружаем в favicon. Это значок, который появляется в загладках браузера рядом с именем вашего сайта и в поисковой выдаче. Далее плагины. Лучше установить все, включая лейку, если вы планируете собирать пожертвования через сайт. Тут ссылки на то, что может вам помочь. По меньшей мере ссылку на канал разработчиков Telegram нужно сохранить, а лучше все три. Тут нам сообщают, что наш сайт готов и мы переходим к подробной настройке, то есть попадаем в административную панель сайта. Но уже не просто стандартного сайта на WordPress, а адаптированного под запросы благотворительной организации. Итак, Кандинский установлен. Просто? Да. Что же дальше? А дальше на самом деле и начинается работа с Кандинским. Это просто и сложно одновременно и впереди вас ждет еще два этапа. Настроить внешний вид сайта, изменить его структуру в соответствии с вашими запросами и разобраться в том, как работать с контентом сайта. А значит нас ждет еще два скринкаста, после которых вы сможете сделать полноценный, качественный, динамичный сайт для благотворительной организации с максимальным функционалом.